Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное песочное печенье, которое готовится легко и быстро. Нам понадобится 200 грамм муки, 120 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 60 грамм сахарной пудры, щепотка соли, пол чайной ложки разрыхлителя и ванильный сахар. Мягкое сливочное масло комнатной температуры выкладываем в глубокую посуду и начинаем взбивать миксером примерно 1-2 минуты. Я решила добавить немножко красного гелевого красителя, чтобы получилось печенье более ярким, но вы можете этого не делать, это не обязательно. Оно получится беленьким, красивым и таким же вкусным. Добавляем сахарную пудру и ванильный сахар и продолжаем взбивать миксером еще 2-3 минуты. Теперь можем добавить 1 яйцо. Оно так же, как и масло, должно быть коротким. И продолжаем взбивать, пока у нас не получится кремовая воздушная масса. В отдельную посуду можем просеять муку и разрыхлитель. Я решила добавить 2 столовые ложки какао, чтобы чуть затемнить оранжевый цвет. Вы можете экспериментировать с этим рецептом, делая каждый раз разное печенье. Хотите шоколадное, вместо муки 50 на 50 добавьте какао. Хотите цветным, добавляйте пищевые красители. Используйте разные насадки и формы. Хорошо перемешайте венчиком. Какао, мука и разрыхлитель должны равномерно смешаться. Частями добавляем муку и хорошо вымешиваем лопаткой. Также вы можете это делать с помощью миксера с насадкой спираль. Теперь нам нужен кондитерский мешок и насадка закрытая звезда. Вы можете использовать открытую звездочку. На противень с пергаментом начинаем массаживать тесто. Оно получается густым и хорошо держит форму. Делать это нужно быстро, чтобы масло не начало таять и не поплыла форма. Духовку предварительно разогреваем до 190 градусов. В центре каждого цветочка делаем ямочку. Туда будем выкладывать джем или ягоду. В качестве начинки я решила использовать черный изюм и вишню. Вы можете взять любой джем или кусочки фруктов. Выкладываем начинку в центр и отправляем печенье в духовку на 10-15 минут. Достаем из духовки и даем полностью остыть. Оно получается песочным и прям рассыпается во рту. Этот рецепт идеален для ситуации, когда гости на подходе и вам нужно быстро что-то приготовить к чаю. Очень надеюсь вам понравился этот видео рецепт. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой кулинарный канал, чтобы не пропустить больше новых интересных видео. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи!